Сотрудники городской местной полиции остановили автомашину Лада Приора, водитель которой не пропустил пешехода, переходившего дорогу. Но требованию полицейских владелец Приоры не подчинился и попытался скрыться с места происшествия. Проехав несколько десятков метров, водитель не справился с управлением и, вылетев с дороги, врезался в ограждение. Полицейские молодого человека задержали, но ни он, ни его пассажир причины бегства объяснять не стали. Вы признаете свое нарушение? Вы управляли автомашиной в нетрезвом состоянии? Ответьте, сколько вы выпили? Инспекторы полиции заявили, что теперь водителя ждет ответственность по нескольким статьям административного кодекса. Водитель, не подчинившись нашим законным требованиям остановиться, попытался скрыться. Он доехал до пересечения проспекта Бауржана-Мамышулы и улицы Байдулы-Баба и, не справившись с рулевым управлением, врезался в дорожное ограждение. Теперь водителя Байтугилова Султана Бериковича будем привлекать к ответственности по нескольким статьям административного кодекса. Во-первых, за то, что не пропустил пешехода. Во-вторых, за неподчинение указаниям инспектора. И по третьей статье – за управление автомашиной в нетрезвом состоянии, если сейчас медэкспертиза этот диагноз подтвердит. На пересечении улиц Оренбаева-Ганиеляева столкнулись автомашины «Нексия» и «Чентра». Этот перекресток не оборудован светофором, и «Чентра», двигавшаяся по второстепенной улице, должна была пропустить «Нексию», которая ехала по главной дороге улицы Иляева. Я ехал по главной дороге по улице Иляева, и отсюда с поворота выехала «Джентра». Не сбавляя скорости, водитель хотел проехать перекресток, но, наверное, не рассчитал или же не заметил знак «Уступи дорогу». «Моя дорога была главная, и я спокойно ехал». Водители договориться между собой возмещение ущерба не смогли и пригласили на место ДТП выездную группу дорожных полицейских. Еще одно ДТП с материальным ущербом произошло на улице Дулати. Здесь водитель ВАЗ-2106, не убедившись в отсутствии автомашины, выехал на главную трассу улицы Гулати и столкнулся с автомобилем «Опель Вектора», двигавшимся по этой дороге. Участники этого ДТП к происшествию полицейских привлекать не стали. Водитель «Жигулей», признав вину, пообещал возместить нанесенный ущерб. Еще одну крупную аварию полицейские зарегистрировали на проспекте Талкихана. Это ДТП случилось примерно в полночь 12 февраля. Здесь водитель автомобиля «Вольксваген Вентро» не справился с управлением и перевернулся. Сейчас причиной аварии выясняют специалисты дорожной полиции. ДТП «Вольксваген Вентро»